Вы смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто» событий и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Доставали наркотик прямо из желудка. В Калинковичах наркодиллер сильно рисковал, когда при задержании проглотил пакетик с опасной дозой психотропа. Спасли четверых взрослых и двоих детей. Пожарные потушили возгорание квартиры в Мозыре. Отвечали за жизнь и безопасность гомельчан. Репортаж о работе спасателей в день крещения Господня. Когда экстремальный отдых становится чрезвычайной ситуацией, о правилах безопасности на льду поговорим с инженером по охране труда Гомельской областной организации «Освод» Владимиром Акулиным. И, как обычно, начнем с обзора происшествий и новостей в мире криминала за последнюю неделю. Объезжал препятствие и совершил лобовое столкновение. В Реческом районе в ДТП пострадали два человека. 21-летний водитель Део неправильно выбрал скорость. При маневре выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ. Невиновный в аварии 67-летний водитель, а также пассажир Део получили травмы и были госпитализированы. Проглотил смертельную дозу психотропа при задержании. В Калинковическом районе сотрудники наркоконтроля и работники местной милиции взяли с поличным двух наркодилеров, один из которых решил избавиться от улики экстремальным способом. По факту мужчина, в желудке которого оказался пакетик с парометилэфедроном, сильно рисковал. Если бы вещество попало в кровь, финал для задержанного мог бы стать трагическим. Полиэтиленовый сверток извлекли из пациента в больнице. Врач-эндоскопист успешно провел процедуру. В ходе осмотра автомобиля наркодилеров оперативники обнаружили еще один пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Общий вес наркотика составил более 18 граммов. Возбуждено уголовное дело. В ходниках на пожаре в частном доме мужчина спас соседа. Вошел в горящее помещение и вынес пострадавшего на свежий воздух. Прибывшие на место пожара спасатели потушили пламя. Повреждены мебель, стены и пол. Как сообщили в МЧС, пострадавший характеризуется как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. Мужчина госпитализирован. Предполагаемая причина пожара – неосторожность с огнем при курении. В Гомельском районе пьяный пассажир набросился на водителя такси, когда тот пытался его разбудить. Милиционеры успели вовремя и задержали хулигана. В процессе разбирательства выяснилось, что это 26-летний житель поселка Юбилейный, которому в тот день приятель вызвал такси, так как парень в гостях не рассчитал дозу спиртного. Пассажир в дороге уснул. В конце маршрута таксист попытался разбудить клиента, но тот в ответ ударил водителя по лицу, порвал ему куртку, а также ногой повредил крыло и бампер автомобиля. Возбуждено уголовное дело. В Мозере сотрудники МЧС на пожаре спасли четырех взрослых и двоих детей. К прибытию спасателей из окна квартиры на первом этаже шел дым. Возгорание ликвидировали. Работники МЧС спасли шесть человек, включая двоих детей. Шестеро жильцов эвакуированы. Обошлось без пострадавших. 19 января для спасателей Беларуси не только профессиональный праздник, но и день, когда их работа особенно необходима людям. Ведь это еще и день Крещения Господня. По всей стране было организовано множество купелей и охраняли на них жизнь и здоровье людей, работники освода и МЧС. Как это было в Гомеле, далее в сюжете. Крещение Господне – один из самых почитаемых православных праздников. Его начинают отмечать в ночь с 18 на 19 января. Накануне освещается вода, где в ночь, а также весь следующий день окунаются верующие. В Гомеле на Крещении были оборудованы четыре официальных купели. Все площадки для купания оснастили безопасными спусками к воде, пунктами переодевания и обогрева. Была возможность попить горячего чая. Возле купели дежурили спасатели освода и медики. На дежурстве сегодня организована усиленная смена. Значит, семь человек спасателей и медработник обеспечивают безопасность при праздновании купания на Крещении. С нами сотрудничают сотрудники МВД для организации правопорядка и медработники. И на случай, если вдруг кому-то, ну, кто-то себя почувствует нехорошо. Организована, значит, купель официально на территории спасательной станции. Вот. Наша задача обеспечить безопасность при проведении купания. Несмотря на то, что медики не рекомендуют заходить в ледяную воду неподготовленным людям, а также пожилым и детям, желающих совершить обряд при 20-ти градусном морозе было предостаточно. Медработники контролировали состояние каждого, и в случае резкого ухудшения самочувствия помощь была бы оказана вовремя. Но если человек переболел коронавирусом или слаб здоровьем, рисковать не стоит, напоминают они. На прошлой неделе в Добруше на зимней рыбалке у мужчины случился сердечный приступ. Рыбаки вызвали ему скорую помощь, но медики не смогли выйти на тонкий лед. На берег его вытаскивали работники освода. А вот еще пример. На реке Припять в Мозоре мужчина при ловле рыбы вообще оказался подо льдом. Неподалеку от него находился рыбак, который с помощью подручных средств помог утопающему выбраться из воды. Прибывшие спасатели МЧС обогрели рыбака в машине. Работники скорой помощи доставили пострадавшего в Мозорскую городскую больницу. Диагноз – переохлаждение. Дело в том, что при погружении человеческого тела в ледяную воду может произойти мгновенная остановка рефлекторного сердца. Также могут произойти опасные для жизни нарушения ритмов, вплоть до фибрилляции желудочков. При более длительном нахождении человека в холодной воде смерть наступает в более отдаленный промежуток времени, однако он исчисляется несколькими минутами – 4-5 минут. Именно в таком промежутке времени тело человека может находиться в ледяной воде. Провалиться в ледяную воду можно даже при сильных морозах, уверяют сотрудники освода. Особое внимание необходимо проявлять там, где происходит быстрое течение воды, а также выходят родники. Осторожным надо быть вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, местах впадения водоема рычьев и сброса сточных вод промышленных предприятий. По неокрепшему льду во избежание беды лучше передвигаться в светлое время суток, предварительно осмотрев участок и продумав маршрут. За данный зимний период в целом по республике утонуло 44 человека, три из них несовершеннолетние. Спасено 25 человек, два несовершеннолетних. Все же, если вы провалились под лед, самое главное – соблюдать самообладание и не паниковать. Стараться выбраться на поверхность при помощи спасательных зацепов, которые необходимо брать с собой на зимнюю рыбалку. Помочь выбраться пострадавшему можно с помощью веревки, ремня, длинной ветки или других подручных вещей. ОЧП необходимо сразу сообщить спасателям. У них на вооружении есть все необходимое, чтобы оперативно прийти на помощь. Свои возможности работники МЧС и освода продемонстрировали на учениях, которые прошли на базе Новобелецкой спасательной станции «Освод». Отрабатывались способы по спасению провалившегося под лед, переправа пострадавшего на берег и оказание первой помощи. Целью данных учений была организация и проверка взаимодействия двух служб. И учения показали, что службы готовы к решению поставленных задач по спасению людей, терпящих бедствия на льду. Завершились учения оказанием помощи терпящим бедствия рыбакам с использованием специальной техники – аэролодки пираньи и линомета, приспособления для метания груза с веревкой. С задачей спасатели справились. По окончанию учений были подведены итоги с выработкой оптимальных вариантов действий в подобных ситуациях. Минус сменился на плюс. Погода в конце этой недели заставила поволноваться спасателей. В четверг по всей стране был объявлен оранжевый уровень опасности из-за возможности образования гололеда. В Гомельской области дневная температура в эти дни по прогнозу до плюс четырех, а это значит неизбежно таяние льда. Особое предупреждение рыбакам. Прямо сейчас в студии программы «Де-факто» поговорим о правилах безопасности при выходе на водоемы и работе спасателей «Освода» за 2020 год. У меня в гостях инженер по охране труда Гомельской областной организации «Общество спасения людей на водах» Владимир Акулин. Владимир Емельянович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. От лица всего коллектива телерадиокомпании «Гомель» позвольте поздравить вас и коллектив Гомельской областной организации «Освод» с прошедшим Днем Спасателя. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо большое. Владимир Емельянович, в нашей стране профессиональный праздник День Спасателей и Крещение Господня отмечается в один день, 19 января. Но обычно именно в этот день спасатели заступают на дополнительное дежурство, не уходят на выходной. И чтобы в местах массового окупания людей спасать жизни и следить за здоровьем граждан. Как отметили этот день, какова была обстановка в регионе? Ну, праздник всегда заранее приступают спасатели. Они обследуют места, где планируется проводить эти мероприятия. Таких мест в этом году было определено 27 в области. Четыре из них в городе Гомеле. Накануне проведения мероприятий спасатели освод проверили и обследовали акваторию места, где будут проходить мероприятия. Проверили, чтобы не было посторонних примет. Помогли в оборудовании спусков к воде. То есть это большая обычная работа? Большая, рутинная работа накануне проведения любого мероприятия, которое проводится у воды. Будь то соревнования по водным видам спорта или даже соревнования по подлёдной рыбалке. В первую очередь приходят спасатели, проверяют, обеспечено будет ли безопасность. И во всех 27 купелях водолазы спускаются и проверяют акваторию. Проверяют и в течение всего времени, пока проходят мероприятия, они находятся там и при необходимости оказывают помощь, если таковая понадобится. Но, к счастью нашему и к радости всех, кто был, присутствовал там и участвовал в этом мероприятии, всё прошло без происшествий. И никому не понадобилось помощь. Значит, подготовились хорошо. Ну, это отрадно. Скажите, медицинская, может быть, помощь кому-то нужна была в эти дни? Нет. Всё, ещё раз повторяю, было настолько хорошо подготовлено и обеспечено безопасность, что никто даже малейшую травму не получил там, нигде никто не подскользнулся. Если такое случалось, то всегда наши спасатели были рядом и поддержали человека, и всё обошлось хорошо, что радует. Как я уже говорил, минус сменился на плюс. Днём мы наблюдаем потепление, плюсовые температуры. Как это отразится вообще на обстановке в регионе? Ведь неизбежно таяние льда, а значит, создаётся угроза рыбакам, да и тем, кто просто выходит на лёд в качестве забавы. Ну, в качестве забавы бывает. Люди хотят сократить путь к остановке, к примеру, если его там жильё или работа находится на другой стороне водного объекта. И они уже почувствовали, что лёд окреп и сокращают путь, значит, через водоём, по льду, не думая о том, что вчера была погода минусовая, а перепад температуры, как мы ощутили на себе, более 20 градусов в течение суток. Вчерашний пример в Брестской области мужчина, переходя реку Муховец, провалился под лёд и утонул. Нужно всегда относиться с пониманием и чувствуя ответственности, когда ты приближаешься даже к воде или к льду, посмотреть, безопасно ли это. Один из успешных примеров работы сотрудников освода за последнее время – это спасение рыбака в Добруше, где мужчине на льду просто стало плохо, и медики не смогли к нему приблизиться. Они вызвали спасателей освода, и те помогли это сделать, чтобы оказать помощь пострадавшему. Расскажите подробнее, как это было, пожалуйста. Ну, об этом рыбаке можно говорить подолго очень, потому что он уже предупреждался ещё в прошлом году, в такой же период времени, когда был тонкий лёд, он выходил на него. Ему наши спасатели делали замечания, оформляли карточку предупреждения. И он не внял, тем более, что уже возраст преклонный, есть какие-то хронические заболевания, человек уже должен думать и об этом, когда выходит на рыбалку, на лёд, или же в летний период находит своё уединённое место, прячется в кустах, думает, что хорошо, но не дай бог случится беда, и никто не сможет ему помочь. Так же случилось и с добружеским рыбаком. Выйдя на лёд, на тонкий лёд, он обустроился там, принялся рыбачить, но сердце, оно непредсказуемо. В любое время, особенно в возрасте, в котором находился этот рыбак, может произойти то, что произошло. Человеку стало плохо, люди заметили, но сами побоялись поближаться для оказания помощи ему. Вызвали скорую помощь, скорую помощь тоже, значит, работники скорой помощи не могли выйти на лёд, потому что и только наши спасатели, Добружеская спасательная станция, с носилками приблизились к этому рыбаку и доставили его на берег, передали службе спасения, значит, скорой медицинской помощи, которая доставила его в медицинское учреждение, и человек остался жив. Насколько это вообще распространённая ситуация, вот, оказание помощи людям, которые терпят бедствие на льду в нашей Горнинской области? Ну, если таковая помощь требуется, то люди, которые приходят на лёд, они, как правило, чувствуют, есть такие, которые выбирают место для рыбалки недалеко от спасательной станции, есть такие хитрецы, даже где опасность чувствуют, что есть опасность, не надеются на авось, а думают подстраховаться, и в зоне видимости спасательных станций и постов находится, и такая помощь требуется, и помогают наши люди, выезжают, даже в том же добром. Но, может быть, даже не хитрецы, а, может быть, эти люди просто думают о своей безопасности, поэтому и выходят на рыбач. Я не хотел сказать, но есть и другие, которые случайно оказываются в зоне действия спасательной станции. И им везёт. И им везёт. Вот то же самое произошло два года, по-моему, назад, зимой, когда ночью под утро уже блуждал житель города Гомеля по реке Ипуть, и находился в районе спасательной станции, провалился под лёд, сам выбраться не мог, и собака, которая находилась на спасательной станции, она услышала, что человеку требуется помощь, и спасатели, значит, собака привела, короче говоря, к месту происшествия, где терпел бедствие человек, и он остался живым. Какая молодец эта собака, вот натренированный всё-таки пёс у вас. Что бы вы посоветовали молодёжи, потому что молодёжь, ну, наверное, мне кажется, меньше всего на это обращает внимание и по инерции продолжает выходить на тонкий лёд. Я бы посоветовал, у нас очень много в Гомеле мест, более, наверное, 20, где можно культурно провести время на катках с освещением, с музыкой, и в вечернее время безопасно покататься, отдохнуть, подышать свежим воздухом, но не выходить на лёд, потому что лёд, я ещё раз повторяю, это непредсказуемо. В одном месте он выдерживает автомобиль, рядом, недалеко от этого, может человек проводиться и утонуть. Тем более, когда сейчас выходят рыбаки, очень много свердят этих лунок, они не замерзают, и в конечном итоге можно расстаться с жизнью из-за какого-то секундного удовольствия. Вот в период данного потепления на каких водоёмах лёд может быть опасным? На всех водоёмах, на всех буквально. У нас вот эти морозы стояли больше 20 градусов, а вы видели, когда проходили крещенские мероприятия, вот обряды, а уточки рядом плавали. То есть о чём это говорит? Что не все водоёмы замерзают, как раньше было, что покрытие льда там до 30-40 сантиметров было на водоёмах, особенно на реках. А рыбаки наши ещё приближаются к промойнам, и думают, что там лучше будет клюёт, потому что насыщение кислородом в этих местах, естественно, больше там, где открытая вода. И, естественно, рыба там скапливается. И они приближаются к этим открытым промойнам и теряют чувство страха, что приводит к несчастным случаям, к сожалению. Какую работу с молодёжью проводила на протяжении этого года, 2021-го, а также 2020-го, ваша организация? Наша организация проводит эту работу, не прекращая круглый год. И даже во время каникул, когда у детей бывают каникулы школьные, или у студентов каникулы, пересессия, послесессия, посещаем все учебные учреждения. Почти до 100% у нас охват молодёжи и студентов. Начиная с детского сада работаем с родителями, не только с детьми, но и с родителями. Присутствуем на школьных собраниях, когда родительские собрания проводятся общешкольные, показываем видеофильмы, как нужно вести себя, как нужно выбирать место для отдыха, когда вы выезжаете с детьми на пикники. Какую ключевую информацию вы пытаетесь донести молодым? Ну, молодым, что жизнь коротка. И можно её потерять, как в 2020-м году двое молодых людей. Один в Гомельском районе вышли на рыбалку, в конечном итоге, один из них поплыл и утонул. Два случая таких было в Гомеле. Второго вывезли родители без того отдыха, тоже в Гомельском районе, на реку Ипюц. Я туда выезжал на поиски, к сожалению, его. Эта река непредсказуемая, Ипюць, она очень быстротечная. И глубины меняются от метра, к примеру, в одном месте через 10 метров уже будет 10 метров глубина, 8 метров глубина. То есть надо на этой реке, когда выбираете место отдыха у реки, быть особо ответственными и думать о безопасности детей, с которыми вы приезжаете к месту отдыха. Владимир Емельянович, каким был для спасателей Гомельской областной организации «Освод» 2020 год? Каковы результаты работы? Но основная задача «Освод» – это максимальное снижение гибели людей на водах. Все, что мы смогли, мы сделали. Все те случаи, которые произошли в области, большинство из них произошло по вине взрослых. Я еще раз повторяю, погибло всего двое несовершеннолетних за прошедший год на такой большой области и на такой ободненной, как Гомельская область. Ни одного случая не произошло в тех местах, где созданы условия для отдыха, где местные органы власти проводят работу подготовительную к началу купального сезона, а делают все пункты, выполняют, которые в распоряжении обл. исполкома указаны. На каждый год выносятся решения обл. исполкома, где обязывают всех, все районные органы власти выполнить перечень работ, которые должны быть выполнены до начала купального сезона. Большое спасибо местным органам власти, также руководству областной, о нашей области, которая большое внимание уделяет в охране жизни людей на водах. Мы очень благодарны, ждем в этом году в ближайшее время передачи спасательной станции, которую мы очень долго ждали. те условия, в которых приходилось нести службу нашим спасателям, не отвечали тем требованиям современным, которые предъявляются сейчас. То есть на реке Припять скоро откроется обновленная спасательная станция? Да, в ближайшее время я не буду раскрывать секреты, когда это будет, потому что сам не знаю. Но то, что я видел уже, это вызывает восхищение. Вот мы видим старую спасательную станцию, а сейчас все видим обновленную. В одной комнате около 20 человек спасателей должны были нести службу. То, что мы увидели сейчас, вот то, что нас ожидает, это такой станции нет в области, это 100%. Я думаю, что она лучшая будет станция и в республике. Владимир Емельянович, благодарю вас за конструктивный разговор. Спасибо вам, спасибо телезрителям за внимание. Берегите себя и своих близких. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий, которые попали в объективы мобильных телефонов, авторегистраторов и систем наружного наблюдения со всего мира. Одно из шоссе в Мадриде. Посмотрите, к какому транспортному коллапсу привела Филомена. Невиданная по силе снежная буря, обрушившаяся в начале недели на Пиренейский полуостров. Автомобили на летней резине были застигнуты снегопадом врасплох. В итоге полная остановка транспортного потока по направлению к подъему проезжей части. Особо настойчивые водители продемонстрировали, что такое неуправляемый зимний дрифт. А как вам такое? Нет, на мотоцикле едет не призрак. Этот водитель зовется системой автоматической балансировки. По непонятным причинам Байк двигался по одному из итальянских шоссе без хозяина, то и дело врезаясь в металлический отбойник. Посмотрите, как мотоцикл на низкой скорости неустанно едет вперед и каждый раз после столкновения продолжает движение. Чудо техники? Да и только. Следующее видео снято на Филиппинах. Скутерист, столкнувшись с грузовиком, успел за секунду до беды увернуться от наезда колеса. Леденящие душу кадры. Но все обошлось. Скутерист отделался синяками и ушибами. Если бы не его мгновенная реакция, то исход был бы, скорее всего, летальным. Поднимаем градус напряженности. Следующее видео уже точно не для слабонервных. Этот скутерист, подъехав к перекрестку, решил проскочить быстрее грузовика. Но как только выехал на трассу, сразу попал под фуру. Дальнобойщик чудом успел перенять в сторону и вместо жестокого столкновения скутерист получил хороший пинок. Парень сразу поднялся на ноги и, похоже, сам испытал шок от происходящего. После резкого маневра фура перевернулась. Водитель получил повреждение. К инциденту в калифорнийском Окленде. Вертолет потерял груз прямо над оживленным проспектом Даунтона, одного из районов города. Из-за порыва троса один из контейнеров сорвался вниз и упал на прицеп автомобиля. Участок был оцеплен рабочими транспортной компанией. Никто не пострадал. Людей рабочих профессий чаще подстерегают опасности. В группу риска входят даже работники автомойки. Этот так увлекся своими обязанностями, что не заметил, как зацепился за вращающуюся щетку. Такие танцы не каждый раз увидишь в автомойке. Тройной тулуп в третьей степени. К счастью, с рабочим все в порядке. И хоть аттракцион получился опасным, мужчина не получил никаких травм. А эта звезда Ютуба свалилась прямо с новогоднего дерева. Мужчина захотел коснуться верхушки елки, чтобы сбылись его сокровенные мечты. Но за просьбу, видимо, пришлось заплатить падением с высоты. К счастью, для мужчины обошлось без серьезных повреждений. Снежная лавина, которая едва не накрыла отдыхающих в Непале. Этот музыкант решил сыграть на гитаре на фоне гор и ледникового озера. Поставил камеру, хотел было начать и в итоге снял момент зарождения обвала. Снежная масса стала быстро сходить вниз по склону и, казалось, достигнет подножия горы раньше, чем его успеют покинуть туристы. Но на счастье отдыхающих лавина остановилась прямо перед ними. Те успели покинуть опасное место, а инстаграм гитариста теперь трещит от количества просмотров. В силу веры этого монаха наезд даже не коснулся. Будь байкер большей разини, монах оказался бы под колесами мотоцикла. Но как только мужчина вышел на проезжую часть, мотоциклист дал по тормозам и упал, как будто его что-то остановило. Вероятно, потеря монаха была для ангелов недопустимой. Пешеход даже не сразу понял, что произошло. Впрочем, минимальные потери и у мотоциклиста он отделался ушибами. Мощный взрыв прогремел на улице Толедо в центре Мадрида. 4 человека погибли и 8 пострадали. Видео, разлетевшееся по социальным сетям, дает понять, что взрыв сильно повредил одно из зданий в центре города. Часть внешней стены на верхних этажах отсутствует. Обрушены как минимум 4 этажа. В доме живут священники прихода Верхинг-де-Ля-Полома. Рядом со зданием также расположены колледж и дом престарелых. По предварительной версии произошел взрыв газа. В доме велись ремонтные работы газового бойлера. Мастер-класс от водителя из России. Посмотрите, какая реакция. Встречный кроссовер занесло на заснеженном склоне. Машина пошла юзом прямо на нашего очевидца. Но тот не дал маху, а включил заднюю скорость и по газам. Чем все закончилось, видите сами. Наверное, водитель БМВ сначала сильно испугался, но потом выдохнул с облегчением и жестом руки, поблагодарил того, кто не допустил аварии. На гребне волны. Вот такой казус вышел в акватории Калифорнийского пляжа. Слишком много серферов оказалось сразу в одном месте. Волна накрыла несколько десятков человек. Не сказать, что она была высокой, просто любители экстрима расположились слишком близко друг к другу. Выплыть удалось единицам, но на доске в итоге не устоял никто. Самый высокий действующий вулкан Европы Этна неожиданно стал извергаться. Активность вулкана началась в ночь с 18 на 19 января. Один из кратеров начал извергать два потока лавы, которые двинулись в разных направлениях. Извержение сопровождалось выбросом пепла, дыма, подземными толчками и инфразвуковым тремором. Во вторник, по данным специалистов, активность Этны снизилась. Эксперты отметили, что контур вулкана не изменился, толчки ослабли, а вытекшая лава постепенно остывает. Кроме того, было замечено облако пепла, которое находится на высоте нескольких километров и движется в южном направлении. На сегодня все. Берегите себя. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok